В замесе 5 на 5 может лагать, там, не знаю, там, когда лондроид будет стоять АФК в кустиках где-то, поэтому здесь вообще никак не предугадаешь. Веник заезжает в Виаян, в свою очередь, для их он подъехал с Лордар, и, соответственно, у них, ну, как в прошлой катке, это будет Олд Чикен на Инвокере в центре, Earth Spirit будет бегать, румить, соответственно, лондроид, ну, а слушай-ка, они, кстати говоря, могут сыграть вообще очень интересно, потому что как раз-таки и Хом вот все чаще-чаще начинает наигрывать вот эту историю с лесником, причем не такой вот, как мы привыкли видеть Дум, да, который берет себе сапог, уходит в лес, съел крипа, там, дочистил кемп, поднимает себе второй левел и уже передвигается по карте. Нет, это уже полноценный лесник, то есть большую часть стадии лейнинга, если не всю стадию лейнинга, если не всю начало игры, вам придется играть вчетвером, то есть за что в паблике обычно отправляют в ЛПшечку, здесь это почет и уважение. Сларк заезжает на Ласт Пик для Виаяна, это у нас получается Медовый Фантом Лансер, Бэтрайдер в сложный Баунти Хантер, Роумит, ровно как и Ор Спирит Вуихом, и Виномастер будет Бэбиситить здесь Сларка. Ну, такое-такое, Шекерок подъехал. Неплохо. Шекерок для Фенрира. Ну и Айсэсэс отправляется в сложный на Славдарочке. Да, фармящий Лондруид, Ланэм будет ромить, то есть в прошлой игру у нас Ланэм играл на Бесмастере, и его там всяческим образом пытался гонять Рикимару, на нем играл Лайт. Кстати говоря, Лайт здесь будет играть на Баунти Хантере, то есть не особо у него, я так понимаю, изменится плейстайл, в том плане, что в первой игре он бегал на героя, где инвиз прожимать не надо, здесь уже нужно скиллуху показывать, потому что здесь уже могут тебя подловить. Ну и поехали по составам команд, посмотрим, кто на ком будет играть. Ребята из Ихом ведут они с отчетом 1-0, Айсэсэс играет на Слардаре, Фенрир, Шекерок, Ланэм играет на Эверспирите, H2O на Лондруиде, и в Миде, разумеется, будет стоять Олд Чекен на инвокировочке. Ну и ребята из команды Вэй или Виа Ян, как у них расшифровывается, аббревиатура Джадди, на Сирос на Бэтрайдере, Лайт на Баунти Хантере, в Миде будет стоять Фантом Лансер от Джин Токи, запулива здесь на 2 Тангуса, Сларка Шанинга и, соответственно, товарищ номер 1 будет играть у нас на Веномации. Ну, так сказать говоря, вот прошлая игра, которая закончилась за 27 минут, начиналась настолько медленно, то есть там 4 минуты, мы не сомнили физпланы, и потом, как пошло, поехало, полетело. Ну, вот сразу видим, здесь Стардар в очень интересной позиции, Стардар на сапоге. Ну и смотрим. Самое главное, здесь будем наблюдать вот за этим парнем, как он чувствует себя на Баунти Хантере, а все-таки в первой игре Лайт должен был там, ну, он выступал в качестве все-таки плеймейкера, Рикки на 4 позиции, здесь также он является плеймейкером каким-либо каким. Ну и против него играет не менее крутой плеймейкер, Ланэм на Эболе. Да, пока все начинает спокойно, Инвокер с Пейлом забирает Баунти Руны, и Рикки уже сразу дает информацию на Баунти Хантера, Шейкер. С Сентриком, также Сентри Вард есть и УБХ. Давайте я вот так вот попробую, потому что оно красивее будет. Так, у нас тем временем есть врыв, и проблема у Виномансера, Айсайз, Айсайз на сапоге, Айсайз, Айсайз, краш у него уже откатился, Айсайз, Айсайз, есть краш, но Виномансер очень далеко, Айсайз, Айсайз, Орех от вышки, 60 хп у Свардара, ну и все живы-здоровы. Виномансер в свою очередь без фласочки, на фласочке откиливается Сларк, ну и... Вот теперь можно начинать играть в дотку, и там у нас вот такая вот дабл-линия пока получается, Слардар против... Так, подходит сюда Баунти Хантер, врыв на Виномансера, А Бахата еще никто не знает, что Бахата здесь, гель по Ланэму, Ланэм без Болдера, да они сейчас двоих сейчас могут убить, минус Айсайз, Айсайз, Лол, он делает ФБшечку, обалдеть, ну и сам, разумеется, также отъезжает в таверну, вот, сколько я говорил про лаги начали игры, лаги подъехали, но вот теперь проблема у Ланэму, у Ланэму откатился уже Болдер, разумеется, Сларк за ним не пойдет. Видео у нас инвокер против Пэлла, инвокер 3 на 1, у Пэлла 4 на 1, но пока еще рано что-то говорить, игра только для них начинается, но, соответственно, на верхней линии стоит Бэтрайдер почти уже третий левел, здесь у Джадди против Фенрира и H2 на Ландруиде. Вот внизу все очень интересно, находит здесь Баунти Хантера, Баунти Хантер, Баунти Хантер живи. Стоит Центричок. Ну, Лайты здесь простили, будь там в следующий раз, понятное дело, у Ланэму было досты, и Ланэму просто так уже не отпустят, но расслабляться не надо. На топе, тем временем, огромная проблема у Джадди, но Джадди в свою очередь забирает Ландруиды, и еще на Фенрира мог пойти. Ну, Фенрира только сейчас скатилась фиссура, разумеется, Джадди уже нужно отходить. Там, тем временем, Баунти Хантер отсутствует, садился. От крипов, да, быстрее добраться до своей базы. Ну, и очень бодро, очень бодро у нас начинается вторая катка. То есть, сам по себе медовый Фантом Лансер, который вроде как должен идти через Ботл, посмотрим, как здесь будет играть Джентоки, и все равно нуждается в каком-никаком ассисте, потому что Инвокер за счет того, что герой это номинальный рейджевичок, да, да и тем более с рукотворным духом, форш-спиритом, все-таки ПЛ напрягает, даже несмотря на его пурманшил. Ну, и, соответственно, тот самый плюс, который должен помогать Командом Лансера Баунти Хантер, только вот-вот к нему приходит Баунти Хантер, который уже фиданул. Да, банально просто прийти, дать тычку же надо, здесь еще вот Спирит Лэнс, подходит сюда Ланэм, Джентоки, есть у него Дупли Гангер, ну, посмотрите, как Улл Чикен это размяли. Проблема у БХ, БХ, есть Инвиз, поставили в Сентре, ну, здесь в Сентре ребят из Вэй, очередной Спирит Лэнс, Улл Чикен, 90 хп у него остается, ну, и по-прежнему все живы-здоровы. Там, тем временем, Майсайсай забежал в лавку, купил себе Транквилы, ну, и все очки его за это здесь ребята из Вэй наказывают. Нефиг здесь ходить. Ланэм. Ланэм есть камень по Джентоке. Ланэм, есть у него Болдар. И Ланэм умирает. Ну, разумеется, конечно, с Баунти Хантером, там еще у Джентоки проблемы Джентоки. Форш за ним гонится. Санстрайк. Джентоки, ой! Ну, это же так очевидно было. Давелкил для Улл Чикена. Так это было очевидно, что будет Санстрайк. Не знаю, может быть на КД думал, что у них Улл Чикена, или же там маны не хватает у Нокера на Санстрайк. Непонятно. Шесть фрагов мы с вами уже увидели за четыре минуты. Бодрая. Очень бодрая китайская дота во второй игре. Ну, и Баунти Хантер сменил Вектор с его передвижением по карте. То он вначале бегал на нижней линии, то теперь в центре. Едже надо по Улл Чикену. Здесь уже Бэтрайдер, Улл Чикен. Агромен у него проблемы. Минус инвокеры. Проблема уже у Ланэма. Ланэм на Болдаре укатился. Ну, и достать его здесь уже никак не получится. Ну, вот в этой игре ребята из VIA гораздо интереснее смотрятся. Не то, что в первой карте. Ну, пока что первые пять минут. Не будем, конечно, еще торопить ситуацию. Там посмотрим, а что выведет кривая. Все-таки не будем забывать, что Улл Ихон там вовсю фармит Лондруид. Лондруид, у которого топовый Крепстат. И, соответственно, это всегда очень опасно. Какой-то герой со сложной линии может там литься, разрывать. Пока он нападится Майнкерри, так тем более. У нас в тем временем Свардар здесь оформляет вина манстера. Ну, и сам также SSS отправляется в таверну. В любом случае, Свардар вынес очень много. У него почти уже шестой левел. Ланэм. Ну, и смотрим мы на Баунти Хантера. Баунти Хантер левел третий. В трех замесах участвовал два раза Фиданол. Ну, и самое главное, он тусуется сейчас в миде. То есть, если мы смотрим на Крепстат Инвокера и Фантом Монстера, они выровнялись. Даже плел немножечко впереди. Ой, там Курьер подходит. Курьер! Курьер, живи! Курьер, живи! Да, Курьер выживает. Лайт, наверное, своему счастью не поверил, когда увидел Куру. Ну, и сразу растерялся. Курьер, либо же Инвокер. Но Инвокер нужен в центре вард. Банально на центральную лигию. Потому что его принимает по одному сценарию. Спирит Лэнс. Тут же надо, Гель. Хотел посмотреть, как Инвокер, он заворочил Балти Хантеру. Убивает, помогает. Спинрежет своей фиссурой. Ай да не жданчик. Ай да не жданчик. Ну, и сам, разумеется, также отъезжает. 11 фрагов за 6 минут на стадии лейнинга. Круто. Ланэм. Находит Виномансера. Здесь ССС. Ну, Винник. Винник приехал. Здравствуйте. Да. Здравствуйте и до свидания. Там, конечно, подходят пацаны. Хотел посмотреть, как втроем напрыгали на бедного ССС. Минус. Минус Фордар. Неплохо. Здесь еще и Ланэм. Бочка наперед. Бочка не попадает. Здесь Джадди. Ну, и Ланэм. Ланэм. Ну, так же умирает. Вот вам и убили Виномансера. Неплохо. Очень даже неплохо сыграно. Все стянулись. Но опять. Опять возвращаемся к тому, что там фармит. Там фармит Лондруид. И Лондруид. У которого что здесь имеется? Так, он курьер идет. Ну, Мидас, разумеется. Ничего необычного мы здесь с вами не увидим. Все наоборот. Стандартно. И обычно. Сларк. Сларк. Ну, и разумеется. Сейчас уже нужно определяться, во что будешь выходить. Какой-то Мидас. Ну, хотя, если был бы здесь Хэмбер Мидасов Шайнинга, я думаю, увидел бы гораздо раньше. Да, и, соответственно, какой-то ШБ или же Блинк Даггер брать придется. Ну, других вариантов, собственно, и нет. Айс Асайс уже немножечко уходит в своей линии. И начинает передвигаться по карте. Все-таки есть у него левел 6. Есть у него Amplify. И можно быть полезным. Тем временем Бэтрайдер перетягивается наверх. И проблему у Лондруида. Лондруиду вообще никто не помогает. Аж 2 умирает. Пришел Бэтрайдер с Лассо. Лассо даже не потратил лох. Мидиа там, тем временем, Доппельгангер. Прекрасно прожимает дженток. И Слардар не получилось как-то загангать, что-то придумать. Ну и проблемы теперь на топе уже у Фенрира. Фенрир. 3 напала на него. Фенрир. До свидания, Фурир. Ну что ж, я, честно говорю, мне очень нравится команда Вейвот во второй игре. Действительно, парни проснулись, раздуплились. Хотя в Китае сейчас далеко уже не утро. У них уж там вторая плана дня. Вот, ну, молодцы. По Нетворсам. Топовый Нетворс за Сларком. Сларк, хоть здесь, конечно, его ССА изгнобил. Всяческим образом пытался как-то напрягать. Но в любом случае, Сларк на первом месте. Так, давайте пока у нас такие лайтовые фризики пошли. Я на всякий случай перезайду. Чтобы потом у нас траблов не было. Комментатор всплакнул. Да нет, что бы. Был бы повод. Тем временем, Баунти Хантер приходит на нижнюю линию. Ну, вот от первой игры Лайта, конечно, можно было всплакнуть. Особенно тем, кто поставил ставочки на Вейвот. Потому что смотришь на его импакт, на Рикимару, там, хоть стой, хоть падай. Разумеется, со слезами на глазах. Здесь пока Баунти Хантер, конечно, гораздо полезнее. Ну, и самое главное, в любом случае, наличие этого героя. За счет треков можно будет много всякой интересной движухи сделать. Но вот его плейстайл, вот он все время стоит. И вот в таких ситуациях, когда Вижен есть, и экспириенс вроде не лечишь. Ну, просто стоит АФК. Ну, прогнал, прогнал здесь лайт Ландруида. Ландруида, конечно, вроде вот только нафармил H2O себе Мидас. Вроде фарм пошел, сразу убило. Вначале отъехал. Ну, такое. Там, тем временем, у нас Ланем на Джентоки. Джентоки дает Дуппельгангер. Ну, так просто Пэлла не забрать. Что у нас по Инволкеру? Инволкер также выходит в Хэнд оф Кридас. Готов уже Улл Чикена на 10-й. Там, кстати говоря, тайминги, что в первой игре для Улл Чикена игра складывалось хорошо, что во второй игре здесь все-таки тяжелее. Га раза, два раза в таверне уже Улл Чикен побывал. Ну, и три фрага имеет. Все же тайминги на Мидас одинаковые. То есть два Хэнд оф Мидаса у Уи Хоум и у Уэй ни одного нет. Правильно? Да. Ни одного нет у Мидаса. Зато есть Блинк Даггер на Бэйре. Бэтрайдер 3.03. Что там по Сларку? Посмотрим. Сларк из 400 в руках. Сларк пока еще не определился. Ну, точнее, уже можно будет определяться, значит, Шадоу Амулета. Либо же копить тоже на Блинк. Два Блинка это, конечно, круто. Вдвоем будете врываться. Но вот на ранней стадии этот Блинк прям какой-то кусок мяса. Больше врываться за место. Врыв на Ул Чикена. Ул Чикен под треком. Сюда приходит ССА. И здесь уже Ланэм. И уже проблема у Лайта. Не получилось. Не получилось. Забрите на Локера. Посмотрите-ка. В свою очередь, Баунти Хантер отъезжает. Джадди также отъезжает. Вот это Гангера. Вот это Гангеры. Ланэм. Пытается. Виномантер засуицидится. Веболу. И более того, Инвокер его не отдает. Эхо Слэм. Джин Токи. Даблкил для Фенрира. Фенриер. Фенриер под гелем. Фенриер умирает. Даблкил для Веника. Лол. А Веник здесь еще... Нормально так. Свои поезды новый надамажил. Сейчас мы по Фейтрекапу посмотрим. Прям... То есть вроде как все было шикарно для Ихоума. И там в один прекрасный момент три игрока у них полегли. Да, вот смотрим на Инвеномантер. Тысяча восемьсот. То есть было бы это все под Вейлом. Было бы все очень печально. Есть гель по медведю. Прилетел Баунтихантер. Сразу телепорт наверх. Вообще так-то они медведя могли отправить. Ну хотя бы там на рор развести. Да, лишний раз почему бы и нет. Кулдал не такой большой, но все равно. Тем временем Баунтихантер находит на топе АСС. АСС. Не самым большим количеством ХП уходит на базу. АСС скоро появится Блингдаггер. Тем временем Шайнинг находит Фенрира. Здесь уже Лан Эм дает Болдера наперед. И у Сларка. У Сларка 2500 на руках. Сларку сейчас надо закупаться. Сларк может отъехать в таверну. Есть краш под Амплифайем. Шайнинг умирает. Да, все-таки будет Шадо Блейд. Закупился на Амулет Сларк. Ну и 12-11 становится счет. И уже войдут в атаку Джадди. В рейв на Ул Чикена. В очередной раз камнем попадает Лан Эм. Ул Чикен переживает прокаст. Ул Чикен все-таки умирает. И это фраг по трекам. Самое главное. В зоне здесь Джадди, Лан Эм и Фенрира. И тавер, ну здесь просто обязаны, конечно, Вей забирать. Хотя вот прожимается Глиф Фортификэйшн. Там тем временем Лайт отгоняет Айс Айса. Айс. Есть Краш. Есть Амплифай. Но опасно очень подходить. Да, есть вышка. Есть вышка для АПЛ. Это второй уже тавер для ребят из Вей. По-моему, с тем временем внизу. Так, а что там по Лондроиду? Посмотрим. Ну, вышка все же, конечно, падает. Аж 2 он находит. Ну и улетает. Да. Телепорт забивать нечем. Лондроид, разумеется, выходит в Радианс. Есть у него 2 700 в руках. Ну и пока ребята из Ихоум вынуждены играть 4 на 5. Потому что Кэрри у них толкового нет. Пока. Да, что там по Фантом Ланцеру? Фантом Ланцер пошел в боевого. Отмечая. То есть обычно даже есть вариант, что этот герой уходит в центр. Можно там видеть на нем какие-то... Травела, там Дефьюжио Блэйк. Ну и так далее, как обычно. Собираются. Но здесь сразу ПТ-шечка. Для Джин Токи. ПТ-шечка. Мэджик Вант. Готов драться. Готов фидить. Ну и дальше переходит в Аэй. Уже на нижнюю сторону. Не хотят останавливаться на достигнутом. Правильно делают. Разбивается Смок. Они и так 2 вышки забрали. Да и тем более у них Баунти Хантер под треками. С треками правильно будет сказать. Но Тавр падает. Прожимается Глиф Фортификэйшн. Лайтс. Джадди на Файр Флайе. Кого будет хватать. Джадди врыв. На Айсайса. Забвозят Айсайса на ХГ. Но Баунти Хантер же отправляется в таверну. Айсайс также умирает. Финрир есть. Эхо Слэм. Джин Токи. Лоу ХП. Но там огромное количество иллюзий. Фантом Ланцера. Это минус 3 у Ихом. Ихом терпит фиаско в очередной раз уже. И всего лишь одного Баунти Хантера ребята из-за войны потеряли. Ну знаете, что я вам скажу. Если бы Баунти Хантер во всем этом еще выжил. Ну даже если бы не Баунти Хантер отъехал, а какой-нибудь Виномантер. Потому что все-таки Баунти Хантер умер никому треков не навесив. Вот это вот самое главное. То есть уже не так много золота вы получили. Как могли бы. То было бы вообще все очень печально. Вот мы с вами смотрим на график. И здесь преимущество за ребятами называют 2000 по экспириенсу. 2000 плюс. У них все. Ну пока что все супер великолепно. Но надо понимать, что пока они играют 4 на 5. Что подключится Лун Друид. И там вот эти вот. Сколько здесь у ПЛа? 1100 хп будут заканчиваться очень быстро. Так. У Виномантера появляется ВЛ. Вот это круто. Вот это очень круто. А вот лаги это не круто. Да. Каждый раз на протяжении. В течение сегодняшних трансляций. Разумеется я буду все время застрять на это внимание. Будут там какие-то лаги, фрезы. Чтобы вы там не сетовали на свой интернет. Либо же на свои приложения. Браузер может быть. Сразу вам буду об этом сообщить. Так. Ну что ж. Смог разбивает и хоум. Айсайсай с блинком. В атаку. Здесь ПЛ. Иллюзия закончилась. Вот не вовремя иллюзия закончилась. Так бы по-любому повелись бы. В рейв на веник. А веник в таверну. Ну и можно уже здесь для их ум потушить. Ну согласитесь. Эта игра гораздо интереснее чем первая. Первые катки там было все понятно. Хотя вот лично я до последнего верил в Вей. Что они смогут. Не шмогли. Тавр упал. Вышкинуется из лон друидо. В рейв от Айса. В рейв уже от Ланема. Ланем нужен магнатайз. Хорошо. Фенрир. Там Фенрир ухпшный. Прожимается. Ультимейт от Сларка. Минус уже Earth Spirit. Ну и отходят. Отходят ребята из их хом. Там осталось еще Лассоу Бэтрайдер. Если что. Ну по позиционке не самые лучшие позиции были. Что те, что другие. Поэтому. Как-то так просто невнятно подстрял Ланем. Сам закатившись на Болдере. Низ коммуникейшн. Какой-то был у Ихоум. Вроде один ворвался. Другие не поддержали. Но все равно. Несмотря на это. Обратите внимание. Какой ДПС внес. Здесь Эбола. То есть если бы его поддержали. Если бы в него просто поверили. В его китайские собратья. Может быть что-то получилось. Ну вот он Радианс. На 18 минуте. Для Лундруида. У которого. Два раза полу в таверне. Ну два фрага. Два сестра. Жмит. Хороший тайминг. Что здесь сказать. Очередной врыв. На Алл Чикина. А если кстати попадает станом. Ну Алл Чикин этого Лассо просто как не почувствовал. Хотя. Да, да, да. Здесь Инвокер выживает. В свою очередь. Сларк то отъезжает. У Фенрира. Проблемы. Фенрир. По трекам. Фенрир. Умирает. Приходит Лан Эм. Запилит Джин Токо. Джин Токо. Ну очень больно. Очень больно ребятам из Вэй. Потому что. Все. Теперь Лондруид помогает. Своим ребятам. И этот Радианс. Фантом Ланцер. Соответственно его количество хитпоинтов. Не чувствуется. Ну и готовы уже. Диффузал Джин Току. Джин Токи. Шейкер. 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 Рок. Где твой. Где твой братик. Дагирок. Вчера вот мы с Ластом смотрели игру. Комментировали. Комментировали игру. Ох. Не помню кто с кем играл. Наверное все таки смотрели. Да. Ну не суть. Там вот шейкерок взял себе. Блинк на 13 минуте. Шейкер на позиции 5 саппорта. И соответственно. Было все очень жестко. Здесь о каком-то быстром блик даггера. Да и не быстром. Речи не идет. Ну вот создается такое ощущение. Кого-то и Хоум. Могут на изичах выиграть эту игру. Но он просто тренирует вот свои слабые места. Допустим. Ребят. Ланэм говорит. Так ребята. Вот у нас плохо получается играть с лон-друидом. С инбокером там. И с фардаром в одном пике. Давайте это потестим. Ну и соответственно. Соответственно тестим. Заходит и Хоум на Рошан. Рошан падает очень быстро. Там второй Amplify Damage у Слардара. Ну и надо что-то делать. Разумеется ребята из Вэй понимают. Где находится оппонент. И прогоняет. Здесь уже Джадди. Врыв на Джадди. Санстрайк. Ланэм Джадди. Как же ему больно. Дает он форс. С кирпичом не попадает Ланэм. Ну кстати говоря. Вот под эти лохопы Бэтрайдера. И Хоум-то могут вернуться в Рошпит. Почему бы нет? Баунти Хантер. Скаутит территория. Вот в прошлой игре у Баунти Хантера были огромные проблемы. Точнее у Рикимару. Но об этом попозже. Находит Веника. Раз, там, два, там. Боятся. Очень боятся. Польза новый Вэйл. Дает вина Мансер. Причем Вэйл. Да. Мокер сразу на базу. Лон Друид сразу на базу. Айсайсайс также хотел растопешиться. Сбивает ему телепорт Баунти Хантер. Но сейчас Баунти Хантеру лицо собьют за это. Да, минус Баунти Хантера. Минус Баунти Хантера. Минус Баунти Хантера. Но обратили внимание, как же они побоялись этого Веника с его пользой новой Вэйлом. А других вариантов нет. Если этот парень нажимает две эти кнопки, вы не можете за место драться. Вам придется улетать на базу. Но в свою очередь и Вэйл появляется для Ихоум. Все-таки не будем забывать. Там тоже магический проказ. Будь здоров. Ну там в принципе сейчас толком-то очень сильная магия. И Бола, и Шейкер, и Лон Друид с Саймраденцем. И Двокерок. Ну я напоминаю, господа, что после этой игры... Я сейчас даже скажу, насколько быстро после этой игры. Так. Ну да, прям практически сразу, я думаю, без пауз. Будут у нас играть LGD. Будет играть Ксяо против команды FTD Club A. Также в рамках данного турнира. А также матч в формате Best of 2. Баунти Хантер. Три варда имеет. Шесть раз фиданул. Левел восемь. Баунти Хантер второй снизу по Нетворцу. Надбет. Сларк. Какой-то меня будет в сабле. Ну и здесь, что сабли, наверное, все-таки есть смысл в Шайнингу как-то в Блокенбар выходить. Потому что все-таки очень много у Ихоум магического прокаста. Ну и самое главное, там еще и Вейл появился. Твои 1100 хп мгновенно будут заканчивать. Прожимается радар от Вей, понимают, где оппонент. Что у нас по радару от Ихоум. Ихоум, да, вот только что радар поражали. Ну только я не знаю, что там один Вейноманцер. Ну и смотря на это, прожимает Смоук. Медведя, правда, видно. Ну да ладно. Иллюзия Фантом-Ланцера. Не ведутся Ихоум. Здесь Вейноманцер. Спадает Смоук с лондруида. Ребята, ребята, где-то здесь враг. Айсайсайска. Операция Вейноманцер. Веник, Веник, держись. Маякой до Вейноманцера находит Финрир Веника. Веник сразу попытка растопешится. Успел накинуть Вейл и... Да, Веник склеился. О, конечно, так лондруид забавно запаниковал. Задергался аж 2-го. Но там был всего лишь Веник. Вот, знаете, начинает складываться постепенно такое впечатление, как будто ребята из Вей начинают отдавать инициативу. Причем как раз таки не то, чтобы играют пока вторым номером, а вот банально как раз таки отдают инициативу. То есть они могут врываться первыми, но у них врывы все время... Они концентрируются на инвокере. Ну да, окей. Так, там у нас тем временем врыв на лондруида. Приходит сюда Баунтихантер, ну и все. Здесь Финрир. Здесь Айсайсайсайс. Есть Фиссура Паджади. Ну и Айсайсайсайс. Так же Станом помог. Появляется Мидас на 25-й. В рейв на лондруида. Прожимает Савэдж Рор. Здесь уже Мишка. Ну там тем временем Фантом Лансер отъехал. Но Аж 2-го все-таки должен умирать. Да, Шайни с БКБ на 10 секунд реализует. Пытается реализовать его по полностью. Вей. Поезо нового по троим. Неплохо. Финрир минус. Ланэм также должен умирать. Ланэм. Ну, Ланэм, разумеется, отъедет. Да, дабл килл там тем временем оформил. Сларк. Олдчикен. Раст опешился. Ну, СССР здесь просто бегает. Бегает на спринти. Где? Где? Дайте мне мясо. Ну и в любом случае 3-3. Закончился размен. Опять вот с этим Виномансером шутки плохи. То есть вроде как вы начинаете... Ну вот опять, если мы говорим про Ихов неплохо. Забрали одного, забрали второго. Но приходит этот Веник. Нажимает кнопку вторую. И у вас проблематично. Ну и также не будем забывать, конечно, про Сларк. Сларк БКБ-щик суверентировал. Сделал дабл килл. Ну и ДПСил на 3К. Да, пока у нас игра такая... Знаете, вот если в первой игре было все в одну калитку, как говорится. Здесь пока такая невнятная. Невнятная, что с одной, что с другой стороны. То есть вроде как Уи Хом и Майнкерри такой хороший, но которого загнобили вначале. Только вот-вот сейчас себя Лундруид показывает. И там 3-й Медас появился в команде. У Слардара отмечалось это уже ранее. И Уэй вроде как тоже есть чем драться. Но Фантом Уанцер тоненький. И Сларк тоже не очень мощный. В общем, на Рошану заходит Ихом. Попытка номер 2. Но сейчас они уже должны точно забирать. ХП не так много остается. Ну а Уэй только разведчик подходит доложить обстановку. Разведчик, который у нас будет собирать себе Аганим. Вообще, вот Вейл на Веномансере, помимо того, что прочие прокасты и нюки у своих тиммейтов увеличивают. Такой некий эквивалент Аганиму с его ультимейтом. А с Аганимом и с Вейлом поезда новая. Ну мы сейчас не будем ударяться в калькулейт этой математику. Все-таки сейчас воскресенье. В рабочие дни будем подсчитывать. Но все равно очень много. Я вам скажу так, что очень много. Не, я все-таки почитаю. Длительный со скипетром 16. Урон со скипетром 110. В секунду. Плюс это под Вейлом. Все там много, что весь резист. Ой, нет, там читать много. В общем, жестко пробивает. Оно и понятно. Ну и Балтихандер. Пока исполняет роль такого бегущего варда. Ему, конечно, 11 левел здесь лайт лапнуть. Все-таки там вторые треки поинтереснее будут, нежели первые. Ну и Локер Саидис. У нас такая наступает классическая, китайская, дефолтная, я бы даже сказал, китайская дота. При комментировании которой любо-дорого смотреть, что пишут в чатике. Или у нас будет выход? Не будет. Все, понял. Не будет, так не будет. Лондруид. Что у нас собирает? Лондруид. Лондруид с Медасиком. Лондруид с Рейденсом. И Лондруид, который собирает Кирасу. У нас все время пришел Шайник. Показывал свою БКБ уже 9 секунд. Ну и САСАЙС. Да, конечно, вот то, что здесь Слазар прикупил себе Хэнд оф Медас на 24-й. Ну, знаете ли, мне кажется, в такой игре это окупится. Потому что действительно, ну, темп игры не способствует тому, чтобы катка завершилась как-то быстро. То есть, вроде даже начало было бодрое, а много внешних товаров. Там попадало с той, с другой стороны. Но вот как только Т1 вышки закончились у команд, игра тоже вроде как закончилась. Началась такая китайская позиционка. Эдуард сыровый, невнятная дота. Ну, да, наверное, что-то из этой серии. Наверное, что-то из этой серии. Хотя, я, наверное, что-то не знаю. Забирает предпоследний тавер для себя и холм. А давайте посмотрим на графики. Что-то я совсем даже забыл про них. А графики-то в нуле, что на них смотреть-то? По экспириенсу, кстати говоря, Вей впереди. Почти семь с половиной. Ну, и если игра у нас затянется, аж там на целых час-другой, разумеется, Мидаса. Мидаса надо себе знать. Не получилось здесь найти Асайса Фантом Лансера. Джин Токи задоджил все, что доджится. Ну, и с кей потенциал все-таки у него хороший. У него и Монта, и Фуза, и Доппельгангер. Этого хватает сполна. Но самое главное, у Фантом Лансера есть все. Для того, чтобы сейчас полноценно чувствовать себя в замесе. Кроме одного. Нужно как-то решать вопросы ХП. То есть, либо там уходить в какую-то Тараску. Либо же выходить в Блокимбар. Но с учетом того, что здесь Джин Токи чистой воды аутпикнули. Да, то есть, у его главного врага и конкурента Шейкера появляется Блокимбар. Наверное, все-таки есть смысл выходить в Блокимбар. Потому что, да, Тараска это круто. Жир это круто. Но, по-моему, здесь одной Тараски будет уж, извините меня, маловато. Маловатенько. Так, вот Керас подъехала для Лени. Магнус, дай нормальный РП. Да, Магнус, согласен, согласен. Вот подписывайся просто под каждое слово. Магнуса здесь действительно не хватает в этой катке. Вот откуда-нибудь он стоит, вот отсюда бы он заехал. Вот так вот. Было бы хорошо, если все это под Баунти Хантера. Да, под треком. Вот. Вот было бы красиво. Но Магнуса, к сожалению, в этой игре нету. Зато есть Баунти Хантер. Баунти Хантер от Лайта. Ну, какой мой мой борт будет, посмотрим. Лайт. Ну, кстати, вот играет на всех героях, вот у кого есть инвиз. То Мирана, да, то Бонник, то Зарики, прошлую катку. Ну, да ладненько, зацепили Джарни минус Джарни. Так вот, на всех, у кого есть инвиз. Правильно? То есть, такой вот. Инвиз не контрится. Даже на просто сцене. Йоу, понимание, разумеется. 21-21, 32-ая минута. Мы с вами наблюдаем интереснейшую китайскую доту. Доту в исполнении команд Ихум против Виа Ян. И у нас зацепили Джиндоку. Джиндоку пытается что-то здесь изобразить. Ребята, я не настоящий. Вон там иллюзии. В иллюзии, где-то я, но ничего подобного. Но, в это время, на топе, здесь еще Лондруид забирает две нам мансера. Вот так вот, ля-ля, тополя мы с вами. И в один прекрасный момент, ребята, из них просто посыпались. Переходят сюда Сларк. БКБ, вгрызается Лондруидом. Но Лондруид под кирасой очень толстый. Боль того, еще Ланем его выпинывает. Из-за места зацепили Баунти Хантер. Баунти Хантер также отъезжает в таверну. Ну, как так-то они посыпались, а? Ну, все же было хорошо, ребята. И Байбэка нету Пэйла, Байбэка нету Веника. Прожимается Глифф Ортификацион. На Твейну и верхняя сторона. Верхняя сторона немалимо падает. Да, идица. Баунти Хантер делает Байбэк. Джадди в позиции. Джадди готов рваться. Ну, неудившись, что Барак упал. И Ранжевой Барак также отъезжает. Все. Вот это Байбэк на миллион был. Вот это действительно испугались. Гем приобретает у нас Эбола. Вообще, если мы говорим уже о каком-то эндгейме, в котором, в принципе, все идет. Да, скоро будет Рафшан. Для Ихом, я так понимаю. Потому что вот... Фантом и Ланцер, конечно, хорош. Ну, Фантом как раз-таки не хватает той живучести, чтобы реализовать свой item build. То есть, вот с диффузами, с Монтой он нормально на ДПСит, но ему нужно время, чтобы, соответственно, выдать тот самый ДПС. А время ему даст только количество жира. А жира у него нет. Ну и, соответственно, жира нет, покупаем травола. Окей. То есть, потому что Сларк сам по себе составляет очень такую приличную боевую единицу. Сларк из Кайда, Сларк есть БКБ. И как раз-таки вот это БКБ ему дает... Ну, БКБ плюс еще Shadow Dance. Очень много. Там в сумме 11 секунд. Практически неуязвимости в замесе, где Шанинг может обидеть огромное количество статов. Соответственно, очень сильно ДПСит. Ну, вот Смоук разбивает ребята из Вейс. Смотрим. Здесь есть H2O. Айсайс Фенери находит Ланемо. Отжать БКБ. Вгрызается в Айсайсайса. Ну, очень толстая цепь. Причем Вейла одного из Айсайса потратили. Ну, окей. Минус селедка. Пролетел сюда еще Олд Чикен. Причем попал на пульсу новую. Слардар. Байбэк. Олд Чикен. Отъезжает в таверну. Олд Чикен под треком. Ну, отъехал, разумеется. Проблема у Джентоки. Фенрир просто сюда пришел. Ради одного Фантом Ланцера. Эхо слайм минус ПЛ. Аждового минус умирает Лондруид. Дабл килл для Шанинга. Фенрир. Сейчас мы посмотрим, сколько там было сделано фрагов по треку. Ну, просто какая-то фиаско от Ихоум. Трипл килл для Сларка. И все это было сделано под треками. На топе там, конечно, страна горит. Ну, здесь она уже давно сгорела. Так, итого смотрим. Изменения в золоте. 5600 для Вей. Треков было целых 5 штук накинуто. Да, там я вот смотрю, помню. На каждого сделали. Более того, Слардар сделал байбэк. Байбэк, который вообще не окупился никак. Ну, и ДПС. Обратите внимание, Сларк 4,5. Все-таки это, ну, в первую очередь, за счет того, что у них есть БКБшечка. Если Пейл здесь соберет себе Блокенбар, будет, ну, очень красивым. У нас, тем временем, внизу Лайт уходит на форсе, а ССС дальше не решается идти. Опасненько. Ну, и ССС также будет выходить, я так понимаю, в какую-то Линкенсферу, либо же Лотусор. Что-то вот из этой серии. Все-таки Бетрайдер надо защищаться. Ну, и также нужно отметить, отдать должное Бетрайдер. Ну, и в целом, в команде Бейли, они очень персонально играют с улучшителем. То есть, каждый раз, если есть возможность, хорошую Джадди, если есть Лассо, все время, все время мы будем принимать Инвокера. Потому что Инвокера с Аганимом, Инвокер с Актарином. Очень сильный волшебник. И кастовать ему нельзя. Ну, и смотрим по графикам. Здесь Ихома у нас ввели практически десятку. Так, вгрызается Ланэма. Ланэм умирает. Ну, Баунт Хантера рядом не было. Еще, конечно, фраг по трекам. В рейв от Айсайса. Айсайс просто мясом влетел. Улд Чикен также по трекам. Айсайс умирает. Что творят Ихом? Лол! Улд Чикен, по трекам в Гост Волк. Куда что уйдешь? Шайнинг. Шайнинг, Сларк. Нет, БКБ у Сларка. Здесь уже Мьёльнир. Мьёльнир и Лаги. Лаги и Мьёльнир. Минус Хенрид. H2O. Также по трекам. Нету байбэка у Слардара. Там вообще нету ни у кого байбэка из Ихом. Улд Чикен. Также в таверну. Сколько они сейчас отдали своим оппонентам? Обалдеть. И байбэк есть только у одного инвокера. Fight Recap. Опять Team Vibe. И опять 5000 золота. И опять Сларк больше всех на ДПС. Что происходит? Поступил приказ свыше закинуть. Похоже действительно на то. Приехал Магнус и сказал, ребята, отдаем. У нас Ихом здесь ввели почти десятку. И вот проиграли в один прекрасный момент чуть ли не 15000. Ну и по экспириенции вы сами все прекрасно видите. Резкий скачок за вей вперед. И они забирают центральную сторону. Игра, конечно, на этом вообще ни разу не заканчивается. Ну и самое главное не будем называть, что у Вейта отсутствует верхняя страна. А она тоже всегда ощутимее чувствуется нижний центр. Заходит на Рошана. Вей. Рошан второй. Сларк с кирасой. Ну, кстати говоря, на Рошана вроде как должны здесь Ихом успевать. Находит Баунтихантера. Баунтихантер с гемом. Баунтихантер без форса. Форс будет через 12 секунд. Но тем временем Фантом Лансер с тиммейтами забирает Рошана и Фантом Лансер. Вот Фантом Лансер достается Игис. Вот теперь отсутствие его ХП, отсутствие его там БКБ Тараски с Игисом вообще нивелируется. Соответственно, можно как-то там заходить. Ну, а первых банально добрать внешние товара. Все-таки там на 39 минуте лишние бабки не будут. Да, ну и отпушить, отпушить верхнюю линию. Может быть там на ХГ получится так же зайти. Причем бы нет. Да, с двумя гемом бегают ребята из Вей. Давайте вернемся обратно на байбеке. Ой, на байбеке на нетворсы. Рефрешер на Свардаре. Нет, нет. Зачем Свардаре на рефрешер? Хотя это, конечно, китайцы. Они могут все, что угодно показать. Но, скорее всего, это будет Линкенсфера или же Лотус. Не столько на Исайсайс, а сколько на своего друга любимого инвокера. Ну, в свою очередь у нас инвокерок, я так понимаю, будет выходить в Блокинг Бар. Так, находит Исайсайс, Исайсайс, Исайсайс. Умирает. Ну, здесь даже ни Кайлинка бы ничего не спасло. Ланэму сбивает телепорт. Ланэм на Болдере укатывается. Очередной Болдер катится. Нужно уезжать. Здесь прекрасная позиционка от Шайнинга. Прямо перед ним встает. И Ланэм отправляется в таверну. Минус 2 у Ихоум. Ну, и Крепочки там уже подходят. Здесь Джинтоки подвел. Соответственно, Тавр здесь и Ихоум теряют. Тавр и Ихоум теряют. Соответственно, Уэй готовы все, чтобы заходить на ХГ. Вот внизу Лондруид подкушал. Подкушал в нижнюю сторону. Но Аганима, конечно, не хватает. Так вот сейчас Медведь бы и... Разломал бы строение. Шайнинг. Ворвался. Противик, конечно, отсутствует. Страна будет падать очень быстро. Потом Ланцер с Айегисом. Ну и, соответственно, уже приходится отбиваться. И Болу появится через 10 секунд. Свардар уже почти появился. По байбекам смотрим. Да, печальная ситуация у Ихоум. Байбек только инвокер Лондруид. Джадия. Джадия откатилась лассо. Есть у него БКБ. Но не собирает пока Уэй как-то отступать. Лебжи отходят. Да, все-таки решаются. Фантом Ланцер улетает на нижнюю линию. Решается, что все-таки лучше отпушить. То есть в один прекрасный момент. Вот мы с вами наблюдали. Далее. Прям закинули. Ребята из Вейли. Боже будет драка. Фантом Ланцер улетел. Куда же мы поехали драться? Опять фокус по Слардару. Слардар. Там, ну, два героя с Блокимбаром его лепят. Минус Слардар. Разултился Вином Ланцер. Очень много урона. Там под поездом Нова и под Вейлом. Фокус по Фенриру. Фенрир есть у него ультимейт. Фенрир также умирает. Нет у него кого байбеков. У ребят из E-Home. Они отдают игру. Они просто отдают игру. С учетом того, что Фантом Ланцер с Айегисом фармит в нижнюю сторону. Толкает. Правильно будет сказать. Фантом Ланцер, конечно, здесь не хватило. Ну и там уже Бутсов Тревел откатились. И здесь уже Блл со своими пацанами. Ланэ. Дает Магнетайз. Также отъезжает в таверну. Но Магнетайз хороший. Там еще под Вейлом. Потом Ланцер себя скидывает. Убивает медведя Ландруида. Аж 2-о вызывает нового. Но пока от Дефлис, посмотрите-ка. Пока от Дефлис, Джентоки пока не хочет отдавать Айегис. Хотя там время уже подходит. Надо бы доизбавиться от него. Вот что-то случилось. И после 30... Там какой, наверное... Пятая минута. И Хоум начали проводить замесы только Тим Вайпами. Каждый замес это Тим Вайп с их стороны. Ну и соответственно имеем, что имеем. А те вот казалось бы, да? Первая катка у нас длилась 27 минут. Ну просто легчайшая. Легчайшая. Там изи мани, изи рапки, изи бабки и так далее для тех, кто поставил на Ихоум. Но вот сейчас... Уже так коленки затряслись. Потому что Вайя находится действительно в одном шаге от победы. Ну в свою очередь как и Ихоум. Все-таки если здесь Вайя закинут так немножечко, то и так же игру отдадут. Напоминаю, что мы с вами смотрим вторую игру. Если Ихоум здесь проигрывает, у нас становится ничья. Соответственно каждому по дому очку. Находит Баунти Хантера. Баунти Хантер Лотус на себя. Есть Форс. Слардар подэмплифаем. Здесь уже Слардар. Как же больно Слардару. Хорошая фиссура. Слардару приходится отбегать. Но Слардар минус. Финрир. Да давай же ты уже ультимейт. Но там БКБшечки. И Фантом Лансер. Фантом Лансер уже так же с Блэкем Баром. Разултился Виномансер. Даблкил для Сларка. Олд Чикен по трекам. Олд Чикен пытается выиграть время. Прекрасно там Торнадо было. Но Змокер отправляется в Таверну. Нету ни у кого байбеков у ребят из Ихоум. И ЛОХП-шный H2O пытается отсюда убежать. Там срабатывает Фантом Раша. Джидоку. Минус Лондроид. Хотя у Лондроида байбекто имеется. Но сторона падает. Да, Вей решают сыграть на Верочку. Не хотят они как-то суицидиться в Трон. Забирают в верхнюю сторону. Здесь Лондроид. Баунти Хантер. Да, внизу стоит Т2Тауэр. Который придется Синусу задавить. Потому что именно он, как раз, защищает третью сторону. От фокуса. Ну и... Ситуация в один прекрасный момент просто сменилась. Здесь уже 20 тысяч Вей впереди. По Экспириенсу 25 тысяч плюс. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Да, здесь и... Линкен Сфера, либо же Лотус Вор потенциального Сейсайса откладывается. Хотя, вот, казалось бы, вот он покупал вот этот вот артефакт для себя. Ну, я позиционирую как для инвокера, да? Потому что на инвокерах все время лассо давали. Но в один прекрасный момент Вей... Ну, либо же так ситуация просто складывалась, что Джадди был рядом. Все время как раз таки давал лассо вот Слардара. Потому что здесь... Ну, все-таки с покупкой БКБ Бэтрайдер стал чувствовать себя гораздо проще. Ему уже, в принципе, там никто не сбивал. Ну, разве что Слардар мог влететь, если бы Баш прокнул, да? Но опять-таки это все очень так сложно. Рефрешер приобретает у нас товарищ Сларк. Ну и как убивать, непонятно. Ну и Фантом Ланцер с БКБ. С Тарасочкой. Сейчас посмотрим, сколько здесь будет ХП. Ну, подойди это Курьеру. Красава. Да, 3,5 тысячи ХП. Все это под БКБ. Ну, непонятно, как они будут убивать это. То есть, который раз в замесе финансов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...